Привет, друзья! В интеллектуальной собственности Microsoft находится довольно много культовых франшиз, которые компания была бы рада ребутнуть, но что-то всё время не получается. Одной из таких франшиз являются Battletoads. Я не стану скрывать, что ребут боевых жаб отпугивает меня обновлённой стилистикой. Прекрасно понимаю фанатов, которые пребывают в ярости от художественного видения перезапуска. Однако я дал себе обещание сначала попробовать разобраться в том, что это за игра, а уже потом приступать к критике выбранной стилистики. Но если хотите, вы можете сразу перепрыгнуть на любой интересующий вас тайм-код. Итак, игра помещает нас в таймлайн, в котором жабы оказались давно забытыми супергероями прошлого. Поскольку в ребуте Zitz, Rush и Pimple превратились в соевых зумеров, они испытывают чудовищные комплексы из-за потери былой славы, и теперь ищут способ вернуть себе статус селебрити. В головы нашим земноводным приходит очень странный план, достойный самого Датча Вандерлинде. Они решают, что если они помогут Тёмной Королеве заново расформиться до уровня вселенской угрозы, то они снова станут актуальными и популярными. Данный пересказ является несколько упрощенным вариантом синопсиса, однако весьма точно отражает суть коллаборации главной BDSM Королевы 90-х и подкачанных рептилий. Правда, образ Тёмной Королевы подвергся жёсткой цензуре. И давайте прямо. Делать ребуты очень тяжело. От команды разработчиков требуется одновременно предложить свежие современные решения, и при этом угодить всем олдфагам, из которых они собрались, да и деньги. Работая над структурой игры, разработчики решили перемешать старые проверенные временем геймплейные секции с неспешными пазлами и QTE сценами, хотя те немного не к месту. Однако большую часть времени вы проведёте в кулачных замесах. Теперь каждая из жаб имеет свой уникальный темп нанесения ударов и оригинальный набор анимаций. Правда, принципиально геймплей за каждую из них ничем не отличается. Вам доступна лёгкая атака, тяжёлая атака, шилдбрейкер и ваш язык, при помощи которого вы можете либо притягивать противников, либо притягиваться к противникам. А ещё вы теперь умеете заплёвывать бедолаг с жвачкой. Разработчики явно не хотели, чтобы игровой процесс сводился к бесконечному закликиванию кнопок атаки, поэтому поработали над некоторой геймплейной глубиной. Кто-то, не восприимчив к вашим плевкам с жвачкой, кого-то не притянешь, ну и так далее. Поэтому от вас требуется выбрать тактику, решить кого месить первым, и методично устранять тех, кто может создать наибольшее количество проблем. И в принципе все геймплейные секции имеют свою фишку, усложняющую вам жизнь. Моя главная претензия к боевой системе сводится к ужасной визуальной репрезентации происходящего на экране. Очень быстро поле боя становится нечитаемым. Вы теряете себя на экране и не всегда понимаете откуда ждать следующей атаки. Не упрощает ситуацию и то, что дэш в этой игре не даёт вам неуязвимость, лишая вас чувства спокойствия и возможности отблинковаться куда-то в сторону, чтобы собраться с мыслями. Хотя в кооперативе спасает то, что вы можете резать друг друга с минимальным штрафом по времени. Кстати, сама по себе игра поддерживает только локальную совместную сессию, что называется кооператив на диване. Так что если вы планировали покупать её в магазине Microsoft или получить в рамках подписки Xbox Game Pass, то имейте в виду, что единственным вариантом поиграть в неё с друзьями по сети является Steam Remote Play. Игру я проходил совместно с Александром, который вам знаком, если вы заглядывали в мой паблик ВКонтакте, поскольку именно он его и модерирует. Так вот в определенные моменты нам было весело, но весело было именно потому, что мы дурачились. Выхватывали друг у друга противников, обузили некоторые анимации и хохотали от нелепости некоторых сцен. Ну то есть мы весело проводили время, потому что в принципе всегда весело проводим время, вне зависимости от того, какого качества игра перед нами. Однако, если бы я играл соло, я уверен, я дропнул бы прохождение ещё на первой главе. Не скрою, главной причиной, по которой я не смог заставить себя получать удовольствие от игры, проявляется выбранный визуальный стиль. И я думаю, мне стоит напомнить, какими были эти самые жабы, которых многие полюбили в далёком детстве, ещё когда в ходу был Дэнди, китайский рипо в консоли Нинтендо. Что оригинальные Battletoads, что их коллаборация с двойным драконом были типичными боевиками начала 90-х. Абсолютно всё в этой серии было перенасыщено тестостероном и пафосом. И несмотря на излишнюю карикатурность, смотрелось оно достаточно органично. Дизайн противников подчёркивал их угрозу. Они воспринимались как негодяи, даже без какого-либо нарративного сопровождения. Теперь же ваши враги варьируются от внешне безобидных продавцов космического мороженого до потешных мексиканцев. А главные злодеи обитают в кислотно-вырвиглазной проекции. Упомянутая брутальность проявлялась не только в том, как герои выглядели, но и в том, как они дрались. Это были довольно жестокие драки. А жабий полиморфизм лишь дополнял и детализировал несовершенство консолей тех лет. Тогда были совсем не те экраны и совсем не то железо, чтобы мелко детализировать что-либо в принципе. Зато эту работу классно выполнял увеличивающийся в размерах кулак или сапог. Теперь же полиморфизм растерял былую брутальность. Самое грозное, во что может превратиться зиц, это в вашего соседа сверху. А в остальном это выглядит как издевательство. Ну и конечно сами жабы. Они перестали быть теми брутальными героями, которые были готовы спасать мир. Теперь они ведут себя как подростки, без малейшего представления о том, куда они стремятся и чего хотят достичь. Я намеренно не комментировал сюжет, поскольку перед нами в первую очередь битэмап. Но там все очень плохо. Я впервые жалею о решении намеренно избегать использования в своем вокабуляре слов всратый, херня и говно. Потому что именно эти три слова характеризуют все, что касается диалогов, юмора и действий главных героев. Особенно я сгорел с местного юмора. Большинство шуток построены на игре слов и гротескном поведении персонажей. Но это тот сорт комедии, где грань между дико смешной шуткой и элитом кринжем очень тонкая. И похоже, что сценаристам не удалось ее нащупать. Для каждого пацана, у которого был доступ к Денди, жабы оставались синонимом слова «круто». Спустя годы жабы сохраняют свою популярность. Они породили огромную кучу мемов и оказались способны генерировать сотни тысяч просмотров под перезаливами старого 8-битного саундтрека. Они остались в сердце у каждого, кто играл в них в теперь уже далекие 90-е. А эта кислота просто оскорбительна для любого человека с чувством вкуса. И вот что я вам скажу. Если у вас имеется действующая подписка Xbox Game Pass, то вам, конечно, ничто не мешает попробовать жаб самостоятельно. Но если хочется поиграть во что-то, что имеет ненулевую художественную ценность, то лучше сыграйте в классику. А у меня на этом все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Для вас свои мысли, голосы и геймплей записывал Павел Урлапов. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok